Всем привет, с вами я, Альфа-77, и сегодня у нас второй обзор на вселенную Звёздных Войн. И сегодня про моего любимого клона под названием, под именем Альфа-77 или АРК-77 Форда. Он один из элитных разведывательных клонов Коммандос, или АРК-Солдат, или АРК-Солдат, по идее, должны быть клоны, но не получилось. И сегодня я вам в Википедии, кто не знает о таком сайте, я, возможно, как-нибудь оставлю ссылочку в описании. Википедия, это энциклопедия, как бы сказать, векия по вселенной Звёздных Войн. И сегодня я вам покажу, ну, тут есть краткая его биография, кем он будет, ну, он ясно, что клон, тут характеристики, ну, ну, короче говоря, вы узнаете. Итак, начнём. АРК-77, также известный как Форда, был капитаном элитных разведывательных, ой, элитных республиканских Коммандос Великой Армии Республики в 22-м ДБ Ян. Его назначили генералу Оби-Вану Кеноби для выполнения важного задания взять планету союзника конфедерации независимых систем или КНС Мунилист. Вместе с группой солдат-клонов в Мунилист-10 Форда уничтожил сепаратистскую артиллерию, а затем помог Оби-Вану захватить одного из лидеров сепаратистов Сен-Хилла. Кто не знает, кто такой Сен-Хилл, это руководитель межгалактической, короче, НГБК, этого банковского клана. Почти сразу, после битвы, после битвы, после битвы Форда был послан на Хайпоре, где группа рыцарей-джедаев была поймана в ловушку к генералу конфедерации Гривусом. И да, кто хочет узнать, кто такой генерал Гривус на самом деле, советую вам подписаться на канал ТВЗВ. Возможно, я ссылочку, опять же, возможно, оставлю ссылочку в описании на этот канал. Подписывайтесь и оцените его видео и его старания. Он старается со всех сил, чтобы вам добиться информации по вселенной Звездных Войн. Или к Павлу Ларину, Валалай-Балалаю, Звездному Капитану и Лиманскому и Питбую. Это каналы, которые занимаются вселенной Звездных Войн. Итак, дальше. Пробиваясь к джедаям, Форда и его отряд сразились с самим генералом Гривусом, но им не удалось уничтожить Гривуса. Однако, Мунилис-10 спасли трех джедаев Ке-Ади Мунди, Эллу Секуру и Шахти. Вот эти три джедая одни из составляющих Орден Джедаев и Совет. В 19-м ДБЯ Форда был на Корусанте, когда планета подвялась к нападению сепаратистов. Несмотря на превосходящие их двучисленности врагов, Форда и его солдаты вместе с джедаями Мейсом Виндол и Йоды усумели отбить наземное вторжение. Это его такая мини-биография. Вот. Вот это он сам. Он капитан. По окрасу можете догадаться. Красный окрас. Он капитан. Вот это его биографические сведения. Физические данные, хронологические, политическая информация. Ну понятно, что если он клон, это Камина, планета. Родился от 32-го ДБЯ, где тут не указано. Физические данные. Раса, человек, клон. Пол мужской. Рост метр восемьдесят три. Цвет волос черный. Цвет глаз кари. Это у всех клонов. О хронологической и политической информации эпоха восхода империи Гокудийской республики преднадлежала жена Великой Армии Республики и его батальон в Нелес-10 известный учитель Джанго Фетт. Это его как бы еще и отец. Вот его краткое описание. Эм, биография. Элитный республиканский командец ЭРК-77 был клоном Джанго Фетта и лично им обучался. После того, как ЭРК стал капитаном, ему дали имя Форда. За вторым ДБЯ в начале войны клонов генерал Оби-Ван Кеноби вместе со своими войсками были направлены на Мунилию СЦ, где межгалактический банковский клан или МГБК производили боевых дроидов для конфедерации независимых систем или КНС. Форда был среди солдат, отправленных вместе с Кеноби. Он должен был возглавить команду двух ЭРК-лейтенантов и семи солдат-клонов, чтобы пробиться к штабу лидера банковского клана Сену Хилу. Независимо от остальной части сил Кеноби, бойцы должны были ждать Оби-Вана там. Прежде чем войти в звездную систему, Кеноби напомнил Форда и его солдатам, что их миссия имела предельное значение во всей битве на Мунилисте. Форда дали отдельное звание командира целевых сил или КЦС. Генерал Гривус с армией дроидов высадились на планету Хайпория, подбил несколько республиканских кораблей, разбил силы республики и убил нескольких джедаев, включая Тарасейра, Дакмабарека и Шаги. Отряд РК во главе с Форда, присланных генералом Кеноби Смунилистом, смогли сдержать Гривуса и эвакуировать оставшихся джедаев. Только Шаг Ти, Кеоди Мунди, Эйла Секура и К Круг, а также отряд РК вместе с Форда выжили в битве. Вот такой у нас мой любимый герой Альфа-77 или АРК-77 Форда, капитан отряда Мунилист-10. В следующем видео я вам расскажу про его батальон Мунилист-10, потому что у меня уже времени нет. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, оцените, комментируйте, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.